В блоге Архангельского, который ведёт передачу по восьмому каналу «Культура», «Интересная твоя дочь» с разными дискуссиями умных, интересных людей, я обнаружил интересный материал о том, что Москва портится от строительства каких-то новых, безобразных зданий. По этому поводу написал эссе «Неужели нельзя защитить Москву от нападения строительного бизнеса? Москва – уникальнейший город на планете». Мне кажется, это вопрос не профессиональный, а национальный, и, может быть, даже планетарный. У Архангельского там речь шла о том, что вот, что такое профессионалы, то все, пятые, десятые. По-моему, профессионалы здесь даже ни при чем. Действительно, почему это вопрос планетарный и национальный? Действительно, поездив по миру, видишь, что Москва – уникальнейший город на планете. Если Петербург является бледной копией западных городов Европы, то Москва – слава Богу, милый, весёлый город, где строили, слава Богу, кто во что гораст, и в этом её прелесть. Здесь нет засилий строгого профессионализма, как на Западе. Видимо, хозяева нанимали архитекторов послабее. Ну, каких-нибудь научившихся кое-как крепостных. То есть, сделав домашних архитекторов. И отчасти ещё им диктовали свои пожелания. Как бы то ни было, но Сретенка, например, такая очаровательная улица, что от неё прямо светлеет на душе. И так многие улицы и овочки Москвы. Мне кажется, надо, чтобы высказалась общественность и остановила бы всякое строительство в черте старого города. Если что строить, то за пределами старой Москвы. Москва пережила нашествие Чингисхана и Наполеона с Гитлером, кое-как пережила сталинские новоделы. А далее надо оставить её в покое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!